Ну, продолжаем нашу программу, узнали о погоде и в целом вы знаете, что сегодня надеть. Но мы, как обещали ранее, у нас очень много красоты сегодня в этой студии, включая меня, Беку и нашу сегодняшнюю гостю, которая сегодня будет нашей мисс, не только утра лайф, но и мисс вселенной бортендует. И у нас в гостях Майя Турдалиева. Доброе утро! Как ваши дела? Доброе утро, здрави. Хорошо. Рада вас видеть. Я тоже рада вас видеть. Своей красотой осветили просто нашу студию. Как проснулись? Как утро вообще? У меня утро было такое очень интересное. Я вообще сейчас в пути с Алматы. Вау. Да, я обучалась дефиле у Чингиза, танцора знаменитого Вовок. Вау. И сейчас я с дороги. Классно! Прямо сразу с корабля на бал. Да. Супер! Вы у нас мисс Кыргызстан 2004 года, с чем мы вас еще раз поздравляем. Благодарю. А на самом деле наши зрители не видят всю красоту, которая сейчас у нас в студии. Майя, вы заслуживаете этого титула. Благодарю вас. Кроме этого, вы сейчас номинируетесь на Мисс Вселенная. Да, в этом году. Как ваша подготовка? Подготовка идет полным ходом. Я уже на протяжении года готовлюсь к этому конкурсу. Надеюсь, что хорошо представлена наша страна. Да, надеются. Кыргызстан возьмет мисс Вселенная, а точнее наша Ая. Супер! Класс! И в целом хочется сказать про мисс Вселенная. Как проходит отбор? Мы вот не знаем, допустим, у нас проходит мисс Кыргызстан. Дальнейшие действия какие? Вы должны подать заявку или же на вас сами выходят люди? Когда номинируешься на мисс Кыргызстан, там главных приза три. Первая — это мисс Вселенная. После идет мисс Мира и мисс Земля. Вау! Классно! Мисс Земля. Даже такое есть, представляешь? А, допустим, мисс Вселенная, мне кажется, там все равно отбор очень жесткий. Какой отбор там в целом? На самом деле с каждым годом отбор на конкурс мисс Вселенная становится более благоприятным для всех. Уже сняли возрастные ограничения, весовые ограничения. Кажется, там только единственное есть — это рост. А, окей. А если говорить про критерии, какой вес должен был быть раньше, рост? Раньше все было ближе к модельным стандартам. Высокое, худое. И как бы раньше более такое было. Рассматривали более худых сейчас. Так как меняется тенденция в мире, сейчас рассматривают разные категории. Рассматривают также плюс-сайз. И в этом году будут первые участницы, которые 40+. 40+. Да. И уже... Вселенная. Да. Раньше нельзя было участвовать с девушками, которые матери или замужние. Ну, уже на протяжении последних нескольких лет уже можно. Раньше была дискриминация женщин, да? Возможно. А что касательно роста? От 170 метров и выше? Нет. Кстати, всегда было немного меньше. Можно было всегда подаваться от 165-68 сантиметров. Здорово. Да, так что на самом деле могут участвовать очень большинство людей, которые не подаются в принципе. Отборочный тур, про отборочный тур. Вот вы, когда подаете заявку, вы сказали, что многие ограничения уже сняли. И тогда, если у девушки рост метр семьдесят, она может участвовать в Вселенной? Обязательно. И в этом году думаете то, что будет очень много конкурсантов именно? Да, в этом году будет очень много конкурсантов, будет 130 участницов всего мира. Вау. Вот именно когда вы участвуете в Мисс, девушка должна показать свои таланты и какие вообще номинации будут там или как вообще. Неинтересно просто. Окей. Формат такой разный. Когда участвуешь на Мисс Кыргызстан, важно это дефиле, походка. Ну, дефиле, походка это в одном, да? Только есть разные походки. Есть национальный выход, есть в вечернем платье, есть просто представление себя. И на Мисс Кыргызстан, когда участвуешь, важно еще показать свой талант. На Мисс Кыргызстан таланта не нужно. А, не нужно, да? Просто дефиле. Просто не красивый. Нет, там чуть-чуть другие критерии. На Мисс Кыргызстан, когда ты выступаешь, самое важное это харизма, дефиле обязательно, презентация себя и походка в купальник. Это одно из. Ну, а также, конечно, национальный выход там тоже будет и в вечернем платье. Но помимо того, чтобы просто участвовать и показывать красоту, на Мисс Кыргызстан важно еще показать, за что ты стоишь. Есть 17 устойчивых к развитию ООН, и я выступаю за три из них. Это, да, то есть я выступаю за экономическую стабильность, за борьбу с бедностью и также я выступаю за климатические изменения. Это все вы будете рассказывать на сцене, верно? Нет. До конкурса девушки все прилетают, и там будет жюри. Человек 15-16, возможно. Ну, каждый год по-разному. И ты проходишь интервью до конкурса. И вообще на самом деле они уже определяют топ, топ-30 на интервью. Будет комитет жюри, с которыми ты будешь разговаривать на протяжении нескольких дней, и они будут тебя отбирать именно по... Скорее всего, не только внешне, а там на самом деле очень много же красивых девушек. Как можно, да, когда 130 красивых девушек, отбирать только по внешности? Нет. Там уже будет значить твой посыл, почему ты хочешь участвовать, что ты хочешь показать, почему ты представляешь свою страну, за что ты борешься, что тебе интересно, какие твои мечты. То есть это больше такое внутреннее. Они хотят узнать поближе конкурсантов, чтобы определить значимость самой конкурсантки. Это такая генеральная репетиция, да, так сказать? Но уже большую часть уже все будет... А потом уже про красоту, про дефиле и все такое. Класс, супер. Вы у нас завоевали на Мисс Кыргызстан очень красивую корону. Давайте покажем фото нашим зрителям. Расскажите про эту корону. Тяжелая ли она, не упала ли она, Саша, и как ее носить вообще в целом? Корона тяжелая. Тяжелая. И на этом все, да? Поэтому ее сейчас нет на моей голове. Какие были вообще ощущения, когда вы надели эту корону? Помните тот момент? Да, я помню тот момент. На самом деле у меня было такое двоякое ощущение. Я во время, когда мне надевали корону, я очень сильно обрадовалась на самом деле. Ну и с другой стороны я думала, все, а уже закончилось. То есть тот интересный этап, где мы все участвовали, что-то у нас происходило. Я поняла, что уже все ты это получила. И у меня было единственное желание, вот когда участвовала на Мисс Кыргызстан, это моя мечта с детства была участие на Мисс Кыргызстан. И когда вот ты о чем-то с детства мечтаешь, да там, реально с детства. Потому что этому конкурсу уже в этом году 73-й год. Вау. Я третья участница из Кыргызстана. Класс. Да, то есть на протяжении 73-х лет это уже знаменитый и самый масштабный конкурс красоты. Кыргызстан начался только третий раз. Здорово. А вот когда проходит именно Мисс Вселенная, мы все знаем Мисс Вселенная про то, как красивые девушки выходят в купальниках. Про красивое тифиле с разворотами, переворотами, улыбками. Но мы еще знаем Мисс Кыргызстан по крикам. Кыргызстан! А, да, да. Или же Малайзия! Вот мы хотим услышать, как вы будете кричать на этом конкурсе. Готовились? Так, мне нужно встать или сидеть? Да, вы можете. Вы можете сидеть. Давайте сначала посмотрим видео для наших зрителей, чтобы они поняли, каково это. А потом уже вы сделаете это. Все внимание на экран. Ну, мы увидели, услышали. Сейчас ваш номер. Кстати, еще один момент я хотела бы спросить. Вы хотите, чтобы я вот с кыргызским акцентом сказала или с английским? Потому что там я буду выступать с английским. Давайте два варианта. Два варианта попробуем, да. Два варианта? Да. Не стесняемся. Начало с кыргызским акцентом, да? Окей, хорошо. Майя Турдолива, Кыргызстан! Это так мощно, масштабно. Да, тут такая уверенность, здесь сразу видно. Давайте с английским акцентом. С английским акцентом? Хорошо. Майя Турдолива, Кыргызстан! Класс! Давай поаплодируем. А вживую это вообще по-другому, да? Да, в голосе, вот, честно, не будем мы сейчас врать. Мощь слышится, уверенность, масштабность. Вы репетировали это? Или это сейчас сходу всё? Было пару раз, когда на видео я снималась, но на самом деле, я считаю, что такие моменты, важно, мне кажется, делать, как ты чувствуешь. Класс! Сейчас было, как я чувствую себя сегодня. Супер! Есть ли волнение какое-то перед конкурсом определенное? Да, обязательно. Перед выходом на сцену, когда вы будете играть именно? Мне кажется, это обычное, нормальное чувство у каждого человека перед ответственным моментом, особенно перед выходом на сцену. А вот, в основном, когда вот они, вот, модели выходят... Ну, уже понятно, да, то, что здесь Бека уже такой, ну, как там, перед Майей, да? Да, уже волнуюсь, да, теряясь от вашей красоты, можно и сказать. Когда вот эти модели выходят, вы не боялись, вот, на руках упасть? Были такие мысли? Да, конечно, и не раз. И, в принципе, были такие моменты, что я и падала на сцене когда-то. Ничего себе. И на показе, то есть... Мне кажется, это... Раньше я была более критична к самой себе. И вообще, в принципе, когда я что-то такое видела, мне было, возможно, с какой-то стороны жаль людей, которые падают. Да, ну, со временем, со взрослением ты понимаешь то, что это нормально, это абсолютно нормально. Сейчас я буду выступать с 14-сантиметровыми каблуками. Да, на них ходить тяжко, но возможно. И был такой момент, когда в этом году проходил конкурс «Мисс Кыргызстан», был такой момент, да, что я чуть не упала на сцене, то есть, когда я записывала видео. И это абсолютно нормально, благо не упала. Человеческий фактор просто, да? Да, но это нормально, просто я считаю, что людям нужно стать добрее, менее критичнее и просто стараться быть добрее к таким ситуациям. И всё. Это абсолютно нормально. Каждый человек, он является, во первую очередь, человеком. И важно, мне кажется, более развивать лояльность к людям и снижать самокритичность и критичнее адрес другим людям. Здорово, супер. А если говорить про будущее, наш вот крайний вопрос. Какие у вас планы? Возможно, вы хотите стать одной из ангелов Victoria's Secret? Или же поехать и побыть на обложке журнала Vogue? Что у вас в планах? Или мечты, возможно? На самом деле, этот год меня поменял, потому что в этом году я занималась вопросами, которые касаются именно тех тем, за которые я выступаю. Я выступаю от Кыргызстана во имя того, чтобы была какая-то справедливость в этом мире, чтобы было меньше бедствий. И на самом деле, если статистически смотреть на вопросы, которых я решаю, 1,2 миллиарда человек, это получается 1 миллиард и 200 миллионов человек страдает от климатических изменений. То есть это осели, это какие-то могут быть наводнения, пожары. И это очень большая часть населения, на самом деле, во всем мире. Второй вопрос экономической стабильности. Также 700 миллионов человек страдают от того, что они просто не могут элементарно закрыть какие-то свои базовые потребности. Также можно еще сказать и про бедность. И если говорить статистически, это очень большие цифры. И я начала волонтировать с красным полмесяцем. Также я волонтировала в этом году с фондом Игоря Беляева. Также я волонтировала с фондом Поможем вместе. Сама организовывала эко-акции. Учислили алландинское ущелье. И я могу сказать, после всего этого, мои взгляды на какие-то вещи, возможно, чуть-чуть поменялись. На самом деле, я думаю, каждому человеку нужно обязательно свою жизнь проволонтировать, сделать что-то от себя. И каждый человек, на самом деле, после таких вещей поймет, насколько он неправильно смотрит на эту жизнь. Потому что после всех тех проблем, которые ты видишь, которые есть на самом деле у большинства людей, все проблемы, которые были у тебя, окажутся уже незначительными. Я считаю, я хочу призвать, если я уже здесь, своим голосом кыргызстанцев, чтобы каждый из вас проволонтировал хотя бы раз в жизни. После этого, я думаю, люди станут менее критичными. И люди начнут более лояльно относиться к людям. И люди поймут, что на самом деле нашей стране нужна поддержка. И я выступаю от нашей страны не только как просто конкурсантка, а это еще так же. Я буду транслировать Кыргызстан. Это не только я, как Майя Турдалии, выступая на весь мир среди 130 стран. Я выступаю как именно от имени Кыргызстана. Я хочу, чтобы по Кыргызстане больше людей знало. Потому что у нас вот эти три базовые потребности, они не решены. Во всем мире люди уже решают ментальное здоровье, люди уже решают ЛГБТ, еще какие-то другие факторы. Да, я тоже за это. Но когда у людей базовые потребности не закрываются, ты думаешь больше о базовых вещах, о той стабильности, устойчивого развития, которое должно быть в первую очередь. Это очень важно. И уже потом спонсируются остальные высшеперечисленные устойчивого развития. И я считаю, что в нашей стране нужна огласка. Я считаю, что когда ты выступаешь среди 130 стран, это тоже большое значение. Это как олимпийские игры, только среди конкурсов красоты. Но этот конкурс не только о красоте. Этот конкурс о том, чтобы выступать за что-то, нести какой-то посыл. И для меня это была большая ответственность, потому что я считаю, что... Я очень долго думала, я даже встречалась с министром культуры, я встречалась с разными людьми, встречалась с директорами разных организаций. И я выступаю не только за то, что я хочу, а я выступаю за то, что на самом деле нужно нашей стране. И девушка, которая выигрывает в голосовании, она получает доступ и деньги на благотворительность. Вау! Это очень опасно. И есть сайт sitalks.com, в котором загружено моё трёхминутное видео. И я хочу, чтобы каждый из вас перешёл по ссылке на моё видео, как бы это ни звучало как реклама. Нет. Я выступаю за устойчивое развитие, у меня три темы, и я хочу, чтобы вы перешли и хотя бы увидели у меня на странице. В первую очередь, просто я хочу, чтобы Кыргызстан увидел. И поддержал вас. И уже в дальнейшем, если хотите, можете поддержать. Я буду очень рада. Но в первую очередь, я хочу, чтобы вы увидели, за что я выступаю от имени страны. И на самом деле голос важен, потому что самые большие конкурсантки, которые получили самое большое голосование среди всех участниц, попадают автоматически в топ-10. Это отличная возможность. Чтобы ваши темы были на первых на страницах. Да, такие амбиции сегодня у нас. Сегодня у нас в гостях, напоминаю ещё раз, Майя Трудолива, спасибо вам большое за сегодняшний визит. Кстати говоря, Мисс Кыргызстан 2024 года. И девушка, которая будет участвовать на Мисс Вселенная и будет поднимать очень актуальные вопросы, которые важны для нашей республики. Поэтому желаем вам удачи. Благодарю. Желаем вам всего того, чтобы вы себе загадали и чтобы всё это сбылось. И, конечно же, чтобы вы выиграли. Почему бы и нет? Вы достойны этого титула? Да. А мы будем поддерживать вас. Да, в любом случае. И голосовать за вас. Благодарю. Спасибо вам большое. Ну а мы, уважаемые друзья, к сожалению, время у нас поджимает. Ровно 10 часов утра скоро будет. Прощаемся с вами. Сегодня мы были в прямом эфире на телеканале НТС. Вы смотрели нас, Бека Блотпеков. Также наша очаровательная Диана Бекмурзаева. Да, до скорой встречи, до новых выпусков. Всем пока. Пока.